Итак, мы продолжаем говорить про числа И мы уже сказали, что число это инструмент Удобный инструмент для решения различных задач Ну давайте теперь посмотрим, какие задачи с помощью этого инструмента можно решить Ну такая задача, я думаю, часто сталкивались люди, школьники Ну например, мы работали с братом, я 30 минут, а он 50 минут Ну я младший брат, он старший, сил больше, он дольше работал И мама решила нас отблагодарить, наградить и принесла торт И вот как нам разделить торт справедливо Потому что я меньше работал, мне по идее меньше должно достаться Брат должен сделать все Да, это в худшем случае, в лучшем, если мне повезет, то он согласится на честное распределение И вот как это сделать Ну для торта задача вроде кажется не очень простой Потому что торт это нечто одно целое, а тут нам надо какие-то части разделить Давайте сначала решим более простую задачу У нас есть 8 пирожных Тогда понятно Я работал 3 раза по 10 минут Как бы брат 5 раз по 10 минут То есть каждые 10 минут можно оценить в одно пирожное Тогда понятно, что мне должно достаться 3 пирожных, брату 5 пирожных Тут эта задача вряд ли вызовет затруднения Но основной принцип, один из основных принципов математики Это свести задачу предыдущей Ну или вылить воду с чаником, он еще называется Давайте попробуем эту задачу с тортом Свести к задаче с пирожными Но раз пирожных было 8, то и торт должен представлять собой 8 как бы пирожных В кавычках Ну значит давайте торт разрежем на 8 одинаковых частей Каждую часть мы теперь можем считать одним пирожным И теперь понятно, что получается Что мне должно достаться 3 таких части А брату 5 таких частей А можно даже не делить, а хотя бы там линии провести Ну да, и можно целый кусок И тогда целый кусок Но получается как бы из этого мы получаем Что мне должно достаться 3 восьмых части Потому что 3 раза по 1 восьмой А брату 5 восьмых Так мы как бы решая эту задачу Пришли к такому понятию как дробь Точнее не то чтобы пришли А мы можем сделать вывод Что удобным инструментом Может являться такое число Или такая запись Как отношение двух чисел Или как мы говорим дробь Да, ну тут мне кажется Вот важно подчеркнуть Именно что Ну как бы дробей нету В данном рассуждении Они нужны Потом вводятся Но все-таки вначале можно думать так Что важна единица измерения В чем вы измеряете торт Можно сказать, что нет Торт это единое целое Ну тогда и разделить нельзя Там может быть сесть рядом ложками Есть тогда кто быстрее А все-таки его нужно делить Справедливое деление И если мы вводим новую единицу измерения Говорим торт состоит из восьми частей Тогда все в порядке И дробей-то нет Да, просто есть части Ну как вы говорили про пирожное Но этот же подход Может быть Как говорят вообще Если у вас трое работают Двадцать, тридцать, пятьдесят минут Например Как быть Ну тогда тоже можно найти количество частей В которых это будет Ну действительно Если мы берем Говорим Ага Две части Три части Пять частей И равно Одному Один торт Один торт Значит мы видим Что Ага Частей всего Десять Значит если Разбить торт На десять Пирожных условных Скажем Пирожных Хотя мы их Не делаем пирожными Да И Все Опять же Мы разделим И уже между Тремя А дальше Четырьмя Пятью Сколько Лишь бы знать Пропорции В каких Мы должны разделить То есть тут Все Можно делать Число Работает Да Уже Ну Раз уж мы сказали Что есть такой объект Как дроби Хоть мы и сказали Что новый объект Мы не вводим Но все-таки Дробь Сама по себе Тоже Имеет право На существование И это тоже инструмент Который мы можем использовать Ну например Вот при решении Таких задач Однако Как часто В математике бывает То Откуда произошло Понятие дробь То есть Откуда взялся Этот инструмент Оно забывается И остается Техника Умения работать Непосредственно С самим инструментом То есть В школе Очень много Внимания Посвящено тому Как складывать дроби Умножать Делить И так далее Работать с дробями Но Иногда из-за этого Часто Бывает Что забывают О том вообще Откуда Произошло Понятие дробь И какие есть Ограничения При работе С дробями И одно из таких Одно из основных Свой дроби Что дробь Это часть чего-то И когда мы складываем части То для того Чтобы сложить Части чего-то Это что-то Должно быть одинаковым Потому что Если мы складываем Три ручки И четыре карандаша Мы не можем Сложить их Оставшись В категориях Ручка-карандаш Мы должны Сказать Семь предметов Семь пишущих Семь пишущих Предметов То есть мы должны Таким образом Выйти Какое-то Новое понятие Вести То же самое Касается и Дробей Ну давайте Рассмотрим Простой пример У нас есть Допустим Шесть яблок Мы Берем Одну треть Яблок То есть два яблока И Например Берем Еще шесть яблок И тоже берем Одну треть От этих шести Получается Два яблока Теперь если мы Сложим То что мы сделали У нас получается Всего яблок Было 12 А яблок из них Мы взяли 2 и 2 То есть 4 4 двенадцатых Или одна треть Что получается Вот мы видим на экране Что одна треть Плюс одна треть Получилась одна треть Кажется Доказали какой-то Математический парадокс Получили какой-то Но на самом деле Нет парадокса Никакого нет Если мы вспомним Что мы Вкладывали Одну треть От разных яблок От разных крис Здесь как раз Место где Одна треть Плюс одна треть Вот здесь и ошибка Да Вот потому что Их нельзя складывать Потому что Да Потому что Одна треть От шести И одна треть От шести Это одна треть От двенадцати Это правильное равенство Но мы Как бы В левой части Все на шесть сократили А в правой На двенадцать И думаем Что Что-то мы получили Какой-то результат Но на самом деле Нет То есть Вывод какой Из вот этого примера Что важно помнить Что дробь Это часть чего-то И когда мы Решаем какие-то примеры Просто на сложение дроби Мы всегда подразумеваем Складывая Одну треть Одну четвертую И получая результат Семь двенадцатых Что И одна треть Одна четвертая И семь двенадцатых Это часть От одного И того же Объекта Количество Еще важно Что мы Когда торт делили Мы все-таки Считали Что это однородное Да Каждый кусочек Одинаковый Получился Притом Я хочу Привести пример Как Как делить Что-нибудь Когда не одинаковое Например Например Вы Пошли за грибами Набрали грибов Грибы все разные Вот Десять грибов Как разделить их Собирали так Не думая Кто что собрал Просто А теперь нужно Справедливо разделить Пополам разделить Ну Непонятно Что такое Пополам В данном случае Гриб большой Маленький Но есть способ Как справедливо разделить Именно справедливо Одному Предлагается Разделить На две части Справедливых Как он считает Справедлив А другому Выбрать часть Вот Один участник Похода Делит Например Вот таким способом Считает Что это справедливо То есть Он согласен Получить любую часть А второй выбирает Говорит Ага Мне это И уже Никто обидится не может Потому что Один делил А другой Говорит Все справедливо Ну это К математике Такое Непрямое отношение Умеет Хотя К той Которой Про которую В школе Говорят В всяком случае Но Этот способ Может быть Обобщен На Большое количество Участников Еще одна задача Которая возникает При работе С дробями Которая Иногда вызывает Сложность У школьников Это Сложение дробей Особенно С разными Знаменателями Ну давайте Как-то Попробуем Решить эту Проблему Ну вот Рассмотрим Такую задачу Предположим Мы хотим Пройти путь 12 километров Прошли в поход И Первый день Мы прошли Одну треть пути Первый час Наверное Что 12 километров Целый день Ну не спеша Шли Смотрели Первый час Во второй час Прошли четверть пути Стали Медленнее И вот вопрос Какую часть пути Мы прошли Ну здесь Кажется Задача несложная Потому что Треть пути Это 12 километров То есть Мы получаем 4 километра Четверть пути Это 3 километра 4-3 километра Ну вычисления Видны на экране 7 километров Из 12 Получаем 7-12 Все просто Все просто Но наверное Тут понятно Могу сказать Как-то Схитрили 12 километров На 3 на 4 Делится А что будет По-другому Ну да Вот Это и есть Главная идея Сейчас Сложение Вообще Работа с дробями Что такое Почему 12 мы все умеем А как же быть Если там 17 километров Да просто Возьмем 17 километров Разделим На 12 равных частей И тогда Опять получим Что мы прошли 7-12 Значит нам нужно Просто Разбить На какое-то Количество Частей Какое То От которых 3 Третья часть И четвертая часть Будет В целых числах Вот и все То что потом Назовется умным словом Ног Да Наименьший общий крат Но идея общая Она вот здесь Именно вот в этих Вначале 12 километров Потом забываем Что 12 километров Может быть 12 миль было Или 12 Футов Ползла черепашка Да Тогда Но Любое другое Мы разделим Просто на 12 Если 3 и 4 Если Там Например Мы прошли Треть пути А потом Одну пятую Часть пути Ну Разобьем Это расстояние На 15 частей Как мы сторонам делали Мы же можем Дальше Разрезать На любое количество частей Да Опять мы можем складывать В этом идея То что в уроках Основных будет В этом идея Определение Наименьшего общего кратного И как работать С дробяем Вот на Примере Похода На 12 километров Можно с этого Начинать И дальше Двигаться Понимать Ну да Ну и Как бы Чтобы подвести Какой-то итог Промежуточный Вот разговор О дробях Все-таки Мы до этого Говорили категориями Множеств чисел Натуральные Целые Вот дроби Это что Это какое-то Новое множество Как оно связано С предыдущими множествами Все-таки Мы сейчас Практически Введя Такой инструмент Как дробь Понятие дроби Мы ввели Множество Рациональных чисел Вот дроби Вместе с целыми числами Дают Нам множество Рациональных чисел Даже немножко Неправильно сказал Потому что На самом деле Любое целое число Это тоже дробь Ну да Можно сказать Да Что минус 5 Это минус 5 первых Ну да Математики так принято Говорить что Да 5 Если дроби ввели То 5 равно 5 делить на единицу Так ведь Или 10 на 2 Да Но если Или 10 на 2 Если Это да 10 на 2 То И то И то Это количество Одно и то же Ну да Но Обозначать можно По-разному Поэтому Получается Такая Матрешка Да Рациональная То есть Натуральные Внутри Внутри Целых А целые Вместе с натуральными Внутри Рациональные Вот Это Никакого Здесь Какого-то смысла Особого В этих множествах Какое-то там Значение Это несет Просто удобно Для классификации Чтобы когда Мы что-то обсуждаем И говорили Вот это рациональное число И все понимали Что речь идет о том Которое можно представить В виде дроби Дальше Конечно Логичный Наверное вопрос Рациональное Потому что Рацион Рацион Это отношения Ну и в каком-то смысле Они считались Совершенными Потому что Ну об этом Дальше скажем Но все-таки Вопрос Который может возникнуть И дальше Наверное Мы его обсудим Это А есть ли какие-то Другие числа Ну потому что Если дроби Мы более-менее Представляем Мы практическую задачу Рассмотрели Вот Их нету Но придумали Да Придумали для того Можно придумать Более совершенный инструмент Вот так Сформулируем В наших категориях